Климат Одессы стремительно меняется. Среднегодовая температура воздуха в Одессе выросла на 2,7 градусов. Экологи утверждают, все, что раньше было необычным, торнадо, поздняя зима, теперь становится нормальным явлением. Изменения прогрессируют быстрее, чем прогнозировалось. Мы должны привыкать, что у нас будет очень быстро изменяющаяся погода. И если мы говорим сейчас о зимних условиях, то давайте вспомним 2020 год, когда точно так же происходили, просто мы уже об этом забыли, очень быстро происходили погодные изменения, которые сильно влияли на метеозависимых людей в летнее и в осеннее время. Вот, поэтому вот теперь мы живем в климате, который неблагоприятен для людей. Существенно изменилось среднегодовое количество осадков. За последний месяц выпало треть от годовой нормы. Эксперты говорят, что город потерял очень важный ресурс – море. Если раньше оно работало как своеобразный кондиционер, то теперь, когда побережье полностью застроено, Одессе становится сложно дышать. Естественно, что здесь нужно думать и архитектуре нашей, прежде чем давать разрешение на строительство именно в прибрежной зоне. Не потому, что это же не просто такие требования, что в прибрежной зоне не надо застраивать ее. Это научно обоснованные требования, которые позволяют, в том числе нашему городу, проветриваться. К сожалению, изменения климата повлияли и на сельское хозяйство региона. Специалисты говорят, что лето 2021-го будет достаточно сухим. Аграриям рекомендуют задуматься об изменении способа выращивания сельхозпродуктов. В первую очередь перейти на систему автоматического орошения угодий. Одесская область переходит в… уже практически перешла в другое климатическое состояние. Мы перешли из условий степи в условия полупустынного климата. Полупустынный климат – это серьезнейшие проблемы для водного хозяйства. Это ближайшие 10-15 лет исчезновения практически всех малых и абсолютного большинства средних рек. Теперь нам с вами нужно будет привыкнуть к тому, что календарная зима и весна значительно сократятся. Если раньше зима начиналась с 1 января, то теперь это начало февраля. Аналогичная ситуация и с весной. 1 марта наступает календарная весна, но эта календарная весна наступит не 1 марта, а немного позже. Хотя бы к 20 марта наступила. То есть время зимы сокращается точно так же, как сокращается время весны. Она сжимается и все больше промежуток времени – это лето. На территории Украины температура воздуха будет расти и дальше. Изменится и годовое количество выпавших осадков. Сочетание негативных последствий урбанизации и климатические изменения в крупных городах создают прямую угрозу экологической, экономической и социальной стабильности, как в мире в целом, так и в отдельных странах. Задумайтесь об этом на досуге. Василий Базовлук, Герасим Олесенков, Константин Нищерет, Телеканал Репортер.